доброго времени суток с вами texer продолжаем играть phoenix point и у нас команды зрителей прибыло добавился алекс змей покрасил немножко черный цвет такой он желал быть снайпером его перекрасил в синий но блин синий он такой не очень синий так тут вроде все поменял на это самый синий был еще был учененый синий почему при этом краска стала коричневой я честно не знаю как то она сама тут решает немножко у нас тут обнулись в том числе и гор у нас отнулся так что мы можем ему дать снайперист вот пехотинец это офигенно новый класс выбрать классной подготовки недостаточно сколько там надо полтинник что может быть еще и снайпером но при этом может быть и пехотинцам но пехотинцам автоматом это круто поэтому мы у него все так и оставим давайте ему очки оставим что можно было взять вот этот дополнительный класс для подготовки возможным сделаем из него танка так далее кто у нас попнулся так с тобой чего обоим и нету да ладно а как тебя зарядить так нет не так ну я не панков зарядить сейчас сказать но надо у него оружие выложить не оружием обоим потому что у него он не смог у нас унести добычу из-за этого их не хватило места так ладно на миссии зарядишься тут подготовка что у нас док класс полтинник давай берем возьмем интенсивную подготовку пусть будет рукопашка бомбардир с танкового орудия не знаю где его использовать хорошо очки феникса не убрать не будем пока берт джозеф это нас наш прием уж так сказать он пришел и у меня большое желание забрать у него снаряжение чтобы распотрошить его это автомат гаусса и это интересно мы дадим им алис ты же не против с алисом побегать ты не против так далее а он тоже оптуса ответ на огонь это здорово снайперист не здорово дадим ему ответ на огонь а знаете дадим и биохимика тоже и он 10 очков осталось в более ему дадим и силы ему дадим отняв у себя очки ой какой красавчик шиш а ты где подготовиться успел нет я конечно не против безрассудности плюс 30 кронов между восточности ты так косой как пень ну давай вот это возьмем нормально так же тебе надо силу качать усиленно сила усиленно да вот так вот как-то сиди я тебя потом подождем задействуем с нами мы с нами не летал на базе сидел ну черт с ним сидела сидел в конце концов я в кого-то даже тут на базе оставил но ладно исследования обратно конструируем бульдог конечно списочек за конструируемую бульдога так что такое вот так мы его вверх можем двигать да и у нас бульдог нет давай сначала три тона вскроем так диаскоп база производства что производстве у нас машина происходьте и пушка голиаф у нас производстве для нее мы пушка голиаф пушка голиаф галиаф для неё старе стоят в нем нету так мы пролетели экипаж вылечил себя отдохнул полностью я шо-то не сказал что вылечил себя отдохну полностью Давай, лечись, отдыхай полностью. Что у нас тут еще по геоскейпу? Вот у нас тут задание на летоубежище. Ну ладно. Так, дробовичок. Это неплохо. Урон 40, но он небольшой урон. Вскрытие Тритона. Отчет. Ранние версии этой мутации были запечатлены на видео в 2027 году. Их количество увеличилось во время второго тумана в 2040 году. Нынешние особи обладают достаточным уровнем интеллекта, чтобы использовать человеческое оборудование. Помимо человекообразных рук имеют дополнительные конечности, выполняющие самые разнообразные специфические функции. В других частях тела также наблюдается большое количество разнообразных вариаций адаптаций. Мы наблюдаем увеличение количества этих существ зачастую держатся рядом с артронами. Учитывая их наземное распространение, мы можем сделать вывод, что эти существа появляются на свет в наземных структурах в пределах новой вспышки тумана. Генетическое происхождение. 12% миктофея. 8. Другие глубоководные рыбы. 22% человекового. Побольше. 59% неизвестный генетический материал. Функция. Довольно высокий интеллект позволяет им использовать человеческое оружие в снайперских штурмовых целях. Также они обладают различными техниками скрытности. Атакующие мутации. Хорошее ночное видение и восприятие. Основные руки достаточно ловкие, чтобы использовать винтовки и пистолеты. Дополнительные руки могут быть использованы для ближнего боя с целью парализовать или пронзить врага. Обранительные мутации. Выброс тумана. В случае нападения способен исчезнуть на манер хамелеона. Быстрая регенерация. Подвижность. Проворные особи могут высоко прыгать. Хорошо. Хорошо. Так. Ну наш штурмовик при четвертом уровне по кодцам. Мы его тогда оставим на базе. А вот этого возьмем в Монтигорку. Точка феникс. Монтигора. Так. У тебя что с снаряжением? У тебя с снаряжением. Вот так. Будет хорошо. Так. Прекрасно. Мне интересно. Тут какое-то здание есть? Полетели. Посмотрим. Или это что такое у нас? Или это что такое у нас? Информация будущая. Беоще сканирование территории. Давайте отсканим на юге территорию. Информация Беоще тоже хорошо. Центр подготовки. Ничего пока не можно взять. Мы, наверное, что-то не исследовали. Ладно. Вниз тут ничего. Но отсканим будет вниз. Так. Хорошо. Вот тут у нас. Не заюзано. Полетели. Так. На точке феникса у нас товарищ там вылечился полностью. Ладно. Разведать. Что получим? Неизвестно. А что? База у нас тут. Инфа. Жилые районы электростанции. Ничего хорошего. Хорошо. Ничего хорошего. Хорошо. Да. Разведать. Нихрена тушки не нашли. На колесах. Наши оперативники высадились в маленьком городке. Большинство зданий были разрушены временного сражения. Однако одно здание стало нетронутым. Кажется, это музей. Обыскиваем. Оказалось, что это был автомобильный музей, где были представлены некоторые классические автомобили и грузовики, созданные в начале 20 века. Попав внутрь, наши оперативники прошли по галереям, подмечая, что можно взять и использовать. В каком-то смысле это неправильно. Но если человечество хочет получить будущее, мы должны использовать все, что только можно. Технологии, материалы. Отлично. Так. Производство. А что восклицать на знак, кто у нас на производстве? Тебе хочешь что-то показать? Нам что-то надо? А, ну, милосердие новое этот вот. Дробовик такой. Но нам нужны к Голиафу снаряды. 175. Пфф, обламинго. Это что? А, это сам Голиаф. А вот магазин для Голиафа 110. Погнали. Не остался ресурсов. Гонишь. Я же нажал. А, он мгновенно производит все. Пардон. Так. У нас дополнительная пушка есть. Дополнительная. Заменительная пушка. Для... Информации давайте. Никого не могу взять. Ладно. А тут? Можем. Но нужно 538. Кто ты? Снайпер, да? Зачем такой. Мне кажется, снайпер это. Так, ладно. Ты вот кто? Да, снайпер. Снайпер нам еще один, наверное, не нужен. И те шпихи, конечно, нравятся. Те шпихи классные. Что у нас тут? Мы можем вот сюда полететь. Вообще, что-то мало у нас точек. Прям вот. Двинуть-то некуда. Разведка. Новый Ерехон. Начал исследовательский проект разработки. Что-то там не успел прочитать. Люди зены дружелюбны, но осторожны. Зены это убежище для тех, кто хочет укрыться от нескончаемых войн. Построенного как развалин старой крепости. Его лидер, Вальтер Иван Тосо, слишком хорошо помнит третью мировую войну и не заинтересован в участии в очередном бессмысленном противостоянии. Я был в армии, у меня все так хорошо получилось, говорит он с легким итальянским акцентом. Но если бы все зависело от меня, то я бы просто занимался виноделием, а не сражался с другими людьми. У меня небольшое звание для проекта Феникс. Это возможно прозвучит мелочно, но в последнее время я часто думаю о семье. Я чуть не потерял свою семью во время войны. Знаете ли, у меня ушли годы, чтобы найти их. И вот, наконец, я нашел их пару месяцев тому назад. И с тех пор я не могу перестать думать о наших связях с прошлым, со старым миром. Я не хочу возвращаться, я знаю, что это невозможно. Но мы не должны забывать об этих связях, они связывают нас с настоящим. То спросил найти том старой книги с генеалогическим древом о семье, которая хранится в его семейном склепе. Да пофигу, поехали. Благодарю вас, говорит он. Мы всегда стараемся придерживаться практических соображений. Но право в том, что у этого тома нет никакого практического применения. Однако содержащаяся в нем информация связывается с теми, кто жил до нас. А иногда немного романтики не помешает. Хорошо, родословно. Посмотрим, где это. Что, рядом, что ли? Нет, это убежище. Родословная. В Африке. Орел. Это вообще бежок мира. Это на перешейке. Далеко, черт возьми. Мерзлота. Найти базу Феникс, Центральная Америка. Слушайте, Центральная Америка. Насколько я знаю географию. А вот там внизу что-то есть. Двинули, может? Двинули. Ой, нет, нет, нет. Это в тумане. В тумане хреново. Поехали. В тумане может каких люлей грести? Так, с корабелью строим. У нас будет машинка. Ой, что-то было зелененькое такое. Это интересно. А, сканирование, понял. Если не завершено, бульдог. Хорошо. А нам надо бы следование добавить. Понял, не надо. Видимо, обойму к нему мы тоже умеем делать. Давайте посмотрим. Ну, нам не из чего его делать. Бульдог. Бульдог. Жар птица. Милосердие. Шифр. Хель. Голиаф. Рес. Бульдог. Оп-оп. Недорог в производстве. Автомат. 40. Боезопасно. Вроде как он более меткий, мне так кажется. Ну и магазин для него. Хорошо. Так, что у нас? А, ничего. Сидим. Изучаем. У нас... Ну, какая база. Инфа. Пищевой комбинат. Летро-станция жилого района. Ничего хорошего. Ладно. Туда не полезу, сюда полезу. Он скажет, мирная такая прям сегодня миссия. Да, я за кадром там три хода просидел. От засады от билос. Но там было легко. О, это как здорово. Ресурсы. Это прекрасно. Так. Вот это вот товарища. Павел Винер Козирис. Надо ему зарядиться. Погнали. И я там за кадром просидел одну миссию. На которой закончилась предыдущая серия. Это в засаду попал. Три хода выжить и убежать потом. В общем, все было довольно бодро и весело. Как раз оттуда вот у меня народ прокачался. Одного у меня, по-моему, или двоих успели еще добавить ранений. В остальном все было хорошо. Тяжпех просто ждет со своей пушкой. Понятное дело, что Ерехонская, наверное, лучше, которая у нас на базе сидит. Сидел, сидел. Сейчас не сидит, сейчас он с нами летает. Вот. Наверное, лучше. Но, блин, она классная. То есть, у нас есть гранатомет Голиаф. Есть рельсовый пулемет. Как бы это странно не звучало. И есть вот эта дефолтная пушка. Дефолтная, она все равно классная. Ну, посмотрим. Вообще, прикольный еще Голиаф. Но это надо какой-то скилл на взрывчатку еще, чтобы. Дополнительный дамаг там со взрывчатки или еще что-нибудь такое, чтобы шло. Тогда тяжпеху можно Голиаф в руки дать. Вообще, три тяжпеха, допустим, да? Один с пулеметом, один с пушкой стою, один с гранатометом. Это было бы круто. Так. Нам нужно прогнать козлов от ящиков. Я бы еще порылся в ящиках. Но это, наверное, буйные фантазии. Так. Вот ящик, которым можно порыться. Вот еще. О, хорошее здание. Мы туда пойдем. Так. Там ни хрена тушки. Одна большая ни хренятина. Так, это у нас то, что нужно хранить. Так. Эй, товарищ. Я думаю, ты хочешь прыгнуть вперед. У меня возникает вопрос, а кого я ставил на базе. Вот еще один с Гауссом. Поддержи коллегу. Так. Просто я ни в коем разе не хочу дать этим упырям порыться в этих ящиках, там уничтожить ящики. Потому что это мои вещи. Завечен враг. А, тот, значит, не видит врага, да? Мило. Так. Мне нужно все это великолепие на шнайпер Алекс. Этому, кстати, он и есть, по-моему, да? Да, Алекс, змей. В принципе, вот он даже готов отсюда выстрелить. И мы это сделаем. Снайпер он или погулять вышел. Рука, нога, нога, рука, нога, рука, нога. Ну, вот сейчас вот в эту ногу. Лови. Отключена нога. Шикарно. Так, наш найденыш, у которого отняли автомат. Блин, у своей куртки смотрится несерьезно совершенно, но вот такой вот он. Так, рука. А давайте в руку. Заражение вирусом. Да, у него там био что-то. Так, погнали. Я не думаю, что они прям меткие такие. Поэтому Егор сейчас ему влупит еще. Тут главное френдлифайр не учинить. Убили. Бобик сдох. Помчались. В общем, мы все ловимся туда. Что я могу сказать. А чья это рука торчит с установкой? Ну, голове. Рука повреждена. Все, все отходили, прекрасно. Сейчас он у нас ломанется. Те шпехи, к сожалению, там сидят, ковыряют в носу. Ну, тут ничего не поделаешь. Да, еще эти гнусные пандерасы могут еще откуда-то прийти. Похромал, по-моему. А, нет, у него рука на месте. Ой, нога на месте, вернее, рука. Нога у него на месте. Так. Погнали. Если что-то оттуда придет. Так. Куда я могу забраться? Никуда я не могу забраться. Я могу просто побежать. Побежали. Так. Это у нас Бертл Джозеф. Бодрый. А вот еще за этим нам кустик спрятаться. Камень, вернее. Кустик, камень. Так. Ты у нас. Давай сюда. Ну, пока никого не видим. Все прекрасно. Замечен враг. Здорово. Ага. Понятно. Скотиняка. Давай мы еще прыжок сотворим. Этот лук будет моим. Так, жди. А в силу того, что у нас там скотиняка бегает, давайте сделаем. Ах ты, камушки, камушки. Давайте сделаем вот так. Ну, за один ход она не добежит, мне кажется. Хотел смотреть, как хорошо бежит. Это промывательный, он под контроль берет. Ну, что ты там шевелишься этентаклями. Так, вражин там все хромает. Обломись, вражина. О, еще вражина. Так, ладно. В башку. Лови. Порождена плюющаяся голова. Шикарно. А еще у нас есть пистолет. Я незаслуженно о нем забывал. А снайпер может. Так. Давайте по каким-то еще. Так, собака-скотиняка. Где собака-скотиняка? Здесь. Вот. Ты можешь. Продемонстрируй ему, что он не любит. Да. Так, вот как-то так, я думаю, будешь караулить. Побежали. Блин, они такие небегучие. Так, давай сюда тебя покараулим. Так, вот ты можешь вполне пойти и посмотреть, что там такое. Магазин для гнева, для ярости и для шифра. Слушайте, это надо взять или это не надо брать или как? Мне кажется, это не надо брать, мы это откроем и все. Вот проверим. Три обоймы я нашел. Ну, в основном, потому что это какая-то фигня. Поэтому мне ее не жалко. Так. Ты куда, ты куда, ты куда? Ты сюда. Давай тоже туда смотри. Если джаба выбежит, мы ему таких людей дадим, что ему мало не покажется. Сидим, ждем. Давай, выходи. Ну, выходи. Выходи. Ну, давай. Еще шаг. Гули, гули, гули. Прекрасно. Собаченция. Вот то, как удачно вышло. Сейчас оказывается, что я все захватил. Вторую ящику я не успел открыть. Ну, что ж, смотрим на обоймы. Удалось ли их унести? Ну, уровень никто не взял. А, ну, видимо, там скажут. Что я вообще приобрел? За что бились? Жалко, второй ящик не успел. Ну, я туда тяшпехов бросил, а они, ребята, неторопливые. Но, воюют, воюют. Снайпер, кстати, один из моих любимых классов в Экскоме. Потому что снайпер, вот, видите, мы все это взяли. Причем еще какой-то, или там четыре было. Ну, в общем, все у нас хорошо, прекрасно. Ну что, давайте пощиплем пандаранов за что-нибудь еще. Неразведанное место, я чувствую, что нам сейчас люлей будет. Разведать. Индекс анерического делирия. Делирий, по-моему, безумие. А что такое анерический, не знаю. Дастут система мониторинга делирия, хорошо. Разработан алгоритм расчета индекса анерического делирия. И вот. Он позволит нам отслеживать силу независимых ментальных явлений, вызванных присутствием пандаранов, которые, по-видимому, становятся более опасными по мере расширения своего влияния над нашим миром. Повышение йод отражается на людях в виде кошмаров, галлюцинации, отторжения от реальности, припадков и даже смерти. Он установил критическую точку для йода, на грани которой человечество не выживет. Ну, это счетчик судного дня, я так понимаю. Да, вот он появился. Черепуга. Одной из последних работ доктора Рендельфа Саймса-младшего перед его уходом из проекта Феникс был индекс анерического делирия, попытка количественно оценить необъяснимое психическое влияние пандаранов. Он боялся, что частные случаи из странных ночных кошмаров и галлюцинации могут быть связаны с чем-то большим, чем психологическая травма. Возможно, это некоторая форма телепатической атаки. При других обстоятельствах идея могла бы показаться странной, но даже оперативники проекта Феникса сообщали о подобных явлениях. Нужно завершить его исследование. Понятно. Так и что тут у нас? Мы попали в засаду. Уровень критический. Уровень света в ночь, поддерживающийся перехода. Жопа. Критический это, по-моему, максимальный уровень в игре. Сейчас на нас пойдут, не знаю, там, бронированные танки. Какие-нибудь сверхправители из этого Старкрафта и прочая хрень. Ну, просто самый высокий уровень, ничего там может пойти. Что жуткое. Лысый дипс какой-то странной пушкой. Появляются, хотя у меня странные пушки, тут же дробовик. Мне кажется, надо уже как-то на него рассчитывать. А с другой стороны, у меня рука не поднимается, там, выложить автомат и взять дробовик. Потому что дробовик, он для близкого, ближней стрельбы. А тут хорошо держать на дистанции. А дробовик, можно дать, не знаю, какому-нибудь берсерку в качестве оружия, которое лезет в ближний бой. Так. Ну что ж, неплохое, кстати, место. О, как. Это все равно неплохое место. Так. Погнали. Привет тебе, Артрон. Вот так работают тяжпехи. Так, прекрасно. Кто у нас тут еще? Ну вот, еще хмырит, да? Давай сюда перейдем. Раз уж я сюда мордой смотрю. Прекрасно. Ну что, как мой пулемет работает? Давайте посмотрим. В голову. А он выжил. Мне это не нравится. Ну, ну, ну. Давай, пойдешь сюда. И вжаришь ему еще. Я в тебя верю. Дай в башку. А, прекрасно. Так, мы видим еще двоих. Так, ты давай. Ну, типа за камешек. Да, и жди тут. Ну, он там сидит, скотина. Ожидание сказал. Да, много всякого видим. Вот мне не нравится хамелеон. Хамелеон вообще сволочи. Лови. Маленький урон. Настал. Черт. Ладно. Где-то у него была голова. Рука, установка. Дайте в руку, установку влетим. Рука, установка, то еще на шикарно. Ты давай сюда уходи. К нам еще не видим, прилетит, я чувствую. Так, ну, голова-то у тебя есть. Пулемет. Давай в пулемет. Поврежден пулемет. Мало, мало. Надо больше. Так. Обоима есть, обоим. Я все забываю, кто у меня был не снабжен. Давай сюда. Патронами. Ладно. Так, во что мы тебе можем ужахнуть в пулемет? Можно тебя ужахнуть. Чтоб точно не стрелял. Так, пулемет уничтожен. Шикарно. Канавшись с невидимкой придет. Ну, я с ним ничего не могу сделать. Он придет. Это он? Да, это он. Надеженками сломал они человека. Картрон топает. Сейчас тебе будет. Там вон один уже валяется. Такой. Что-то хотел сказать. Так. Установ в броню. Что-то прилетело. А теперь стрелять нечего. Так что можно даже не рыпаться. Так. Мне вот этот товарищ не нравится. Но хотел бы еще что-нибудь более конкретно ужахнуть. Вот ты что можешь. Да, ты можешь вот этого, да? Ну, неплохо. Давай. В голову. Мало того, я тебе сейчас пистолет могу. Вдохни. Ну, все. Снайпер рулит. Не-не-не. Ты невидимка, чертова. Я тебя не люблю. Так. Отходим. Чуть. Где-где-где-где-где? Вот он, где-то тут был. Так. Тритонов в башку. Лови. Опять пропадешь. Козлина. Просто козлина. Здоровичка есть. Вроде есть. Так. Давай сюда. Пусть он в открытом месте. Зато мы вот этого товарища в руку. Эй. Жалко. Да, фигня. Так. Тяжек. Тяжек, давай выходи вперед. Кого видишь, никого не видишь. Давай сюда будешь таращиться в руку, что сделаешь хорошее. Так, ты. Патроны есть. Все хорошо. Порадуй этого товарища. Фигня он там ходит. Рука на пищу в руку. И рука отключена. Вообще шикарно. Ну, это, знаете ли, не очень. Так. А он после этого прыжка стрелять не сможет. Я понял. Да, в руку, может, попадешь. Да, конечно. Попал один такой. Ну, что сделал, что мог. Так. Жди. Нет очков есть. Хорошо. Ну, что, в рукопашку побежишь без рук-то? У меня на руки целой не осталось. Так и сдохни за камнем. Зараза. Ну, слушайте, для критической четко. Не очень критически. Но хотя бегут. Непрерывно бегут новые. Ах, ты ж плеваться. Козлина. Он плюется. Отравитель чертов. Так. Как помощь с пулеметом? Минус 1 бронька и поврежден наш пистолет. Хорошо. Никого не видим. Да, чуть выдвинулся. Хотя не очень хорошая идея, товарищ Путыш, побитый. Ну, ладно. Побитый, побитый. Нормально. Куда и сюда? А то там говорят, хамелеон ходит. Так, патроны есть? Давай, перезрядись. Все, жди. О, дупрекка. Сдохни. Очень суровый товарищ. Очень. Ну, не забываем. Где-то тут шляется хамелеон. Так. Ну, давай, добеги, в принципе, тебя. Особо ничего не надо. Что можешь? Ничего не можешь. Патроны есть? Патроны есть. Сиди. Так, ты. Давай туда. Волк, кто тут хамелеон еще выпрится. Так, снайпер. Бинтовку. Давай тоже туда. С тобой все хуже. Давай сюда. А, ты свое облако с собой носишь. Понял. Ждем. Это, кстати, последний ход. Ох ты, сколько вас. Они только что отреспились. Их не было. Ну, мы сейчас уже отступать будем. Так что, хорошо. Главное, чтобы не на них в атаку идти. Отступать-то. Отступать нормально. Тем более, с двумя тяжпехами-то. Базгоклюки противные, конечно. С другой стороны, они хлипкие. Так, эвакуируйте. Эвакуирую. Ну, я так и догадался. Да. Так, все. Может, на все деньги просто ломанемся. И все. Чтоб джентльмены не ломануться, да? Нормально. А вот этим тяжеловато будет, но. Есть вот такая вот штука. И отсюда они уже могут прикрыть. Так, вот это он просто ломанулся на все деньги. Ну, во-первых, он может рывком дернуть. За силу уволен. Ну, под ранг жалко. А дальше он может просто бегом отдать сюда. Там защита. Ох ты, как ты вот так можешь. Давай, ты меня. Убежать он пока не может, к сожалению. Так, ты. Ну, у нас все могут ломануться, на самом деле. И давайте мы это сделаем. Вот. И на все деньги, если он побежит, он даже, я бы сказал, выкуируется, наверное. Да. Ну, не будет этого времени. Пусть валит. Так, снайпер. А у снайпер силой воли не обладает. Ну, и силой воли этим бегом. Поэтому будет бежать просто. Так. Наш дымящийся товарищ. Вот его надо тоже эвакуировать. У него яда еще много. У него яда. На нем много яда висит. Давай, прыжок прям сюда. Ну. У тебя шпехи прекрасны. Но после засада нам придется на базу, на базу. Ну, как раз. Серия по колобродили. Эй. Ну, вот так. Забаговалась, похоже. Видимо, прыгать в зону не лучший вариант. А, бежит, бежит, бежит. Это подранок. Мерзкий. Не надо мне пальцем показывать. Это неприлично. Мерзкий. 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 А, нефиг. Оп. И ближе ломанулся. Видели? Отходим. Это интересно. Так, ты. Давай. На выход. Снайпер ноги в руки. Хамеллион явно на тебя нацелился. Так, все. Их трое осталось. На следующий ход уйдут нормально. Так, кто-то бегает. Ну, лихнешь уйти. Так, покусился на снайпера, но выходить не решил. Почему синий его не видит? Ой-ой-ой. Ну, он бежал на все деньги. Что я могу сказать? Он старался. Погнали. Мы сделаем вам ручки. Так. Я на моем пути. А я думаю, мы отстреляемся до всех, и только тогда выбежим. Нет, видите? Не вышло. Так. Эвакуация. Да, сюда лучше на двигателях не летать. С двигателями глючит. Ну, мне ничего не должно дать. Мне только очков не сранили. И почти всем повысили уровень. Прекрасно. Ну, узнаете, сейчас на базу. На базе... Уровни, перки. Может, что-то с экипировкой сделаем. Хотя, я вроде ничего интересного не крафтил. Ну, я гранатомет крафтил, но, по-моему, он еще не готов. А потом, кому гранатомет? Вот эти, вроде, неплохо. Ну, пушка эпична, а вот гаусс-пулемет что-то меня не очень впечатлил. Он стреляет, конечно, но пушка, по-моему, круче. Примет не получен, да. Так, тут одно большое нихрена, поэтому на базу. Мы что-то там отресерчили. А теперь эволюция пандоранов, да. И до скоробейушки остался один день. Все хорошо. Не понял. А, я жду, сижу. Ничего не делаю. Оно летают. Собаки страшные. Так. База, состав. Ну, погнали. Так. Денис надо лечить. Можно без снайпера поехать. Можно, кого я тут на базе оставлял. Вот этого вот. Орла взять с собой. Так. Остальные, потому что не сильно побиты. Денис прямо прилетела. Подготовка. Ммм, ближнего боя. Ладно, поорать. Дополнительный специалист по ближнему бою. А еще кувалду ему, что ли, дать? Давай вот это. Десантника. Давай десантника. Ладно, мы взяли десантника. Ответный огонь. Шикарно. Рывок. Ооо. Вот хорошее сочетание, кстати. Давай. Подтвердить. Подтвердить. 25 осталось. Ну, что, ближнего? Ну, ближнего не очень. Наорать на врагов. Тоже хорошо. А это что дает? Запасливый. Ну, просто он руками-то не дерется. А, да. Боевой клич. Будем орать на врагов. Типа. Ага, козлы. Возможность используя дробовиков и оружие ближнего боя. Это, конечно, интересно. Ну, что, взять ему, что ли? Будет кому дробовичок поюзать. Хорошо. Дойдем дальше. Снайпер. Ну, дополнительный класс. Снайперист. А до этого ты был не снайперист. Тяжело. Нет, тяжело не надо. Берем. Так, это 50. Это не можем. Вот это можем. Дает возможность использовать тяжелое оружие. Ну, снайперу тяжелое оружие. Да, да. А, другой стороны. Да, чего нет? Нас очков дофига. Берем. Так, назад. Вот из Егора можно делать снайпера. Перезаряд есть, интервью мне расходы для тачки. Шикарно. Новый класс. Давай вот это. Чего у нас? Кулачина. Подрыв. Снайперист, елки. Оставляем пока. Так. Ну что, плавалство что-то серьезное можешь? Ну да, он, 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 боевика, бомбардир с танкового оружия. Кто бы дал мне это с танкового оружия? Очков нет. Да. А чего у тебя с снаряжением-то? Чего у тебя с патронами? РС. Боезапас. 33, 36. И чего? Не пойму, как его перезарядить. Ну ладно. Так, ты, Берт Джозеф. Мы твой автомат разобрали. Берт Джозеф. Он может быть снайпером. Но, что-то я не очень хочу, чтобы он был снайпером. Тенсивная подготовка. Фигня все какая-то. Может быть тяжелое оружие с танковое оружие и реактивный ранец. То есть, в принципе, я могу его в тяжелую доспечь переодеть. Если будет подрыв, мы ему гранатомет в руки дадим. Ну, тоже неплохо. Так что, а что у тебя? У тебя. У тебя что с обоймой? Восьмая 36. У тебя есть обойма. Орес наш, конечно. Тут еще Орес. Патронов к нему. Кот наплакал. Хорошо. Вот это вот жуть. Снаряжение. Чего у нас не так со снаряжением? Магазин мы сделали, а Галиаф у нас нет. А тут чего у нас? 36.60. Что это? Магазин для мальчиков. Что ты в руках? Значит, туда положи. Нормально живем. Можно было бы на ковальне. Так. Броня 40. Скорость минус 2. Наш, я не посмотрел. Ладно, сначала подготовку. 40. Скорость минус 2. Безрассудность. Блин, фигня. Снайпер-то за каким? Я не хочу, чтобы он был косым. Поорать на врагу. Да, парю. Сила воли. Скорость. Скорость. Вот так вот. Ну, пустаячейка для приметов, понятное дело. Можем гранату дать. Вторую. Нет, перебьешься. Давай вот так, чтобы не светилась эта пустая ячейка. Так. И наш сидит на базе автоматчик сидевший. Так. Вот раз мы снайпера на базе оставим. Точка феникс. Блин, они все побиты. И, конечно, немножко. Ну, ладно. Мантикора. Так. Подготовка. Запасливых. Переносимый вес усилий. Это хорошо. Перезарядка. Подрыв. А уже гранатомет уже нет. Нет, гранатомета пока нет. Ну, давайте пока действуем с инвентарем. Запасливый. А подрыв будет потом. А что? Идешь вот так. Ну, давай что? Ближний бой, атаки все такое. Вот. Прекрасно. Все перешуршали. Производство. О, да Голиаф тут еще. Сначала скоробьюшка. И у нас там немножко беда с снаряжением, конечно. У нас маловато патронов, у нас маловато аптечек. Давайте три аптечки. Магазин для Голиафа Арос. Вот для него обоим у граната один бульдог. Ну, все, пока. Броня. Пока все. А то с обоимами беда прям какая-то. Так. У этого зарядится. Но все, четыре обоймы есть, хорошо. Одна. Возьми обойму. У этого понятно. У этого аж три. Ох ты. Вот товарищ запасливый. Тебе не надо столько. Для жара птицы, для шифра. Шифр. Что у тебя? Восемь из восьми. Все норм. Вот так. Будет хорошо. Так. Я понял. У меня барыги тут сидят жуткие. Которые все нычат по карману. Это у нас, это у нас Егор. Тебе тоже не надо так много. А птичка есть. А птичка есть. Нормально. А то у этого птички нет. На тебе птичку. А вот теперь вот так вот. С аптекой все хорошо. Все. Все богаты. Все прекрасно. Но. Но. Нам нужно что-нибудь отсканить. Место с ресурсами. Полетели. Потому что нам негде летать. У нас миссии нет. Сканируем территорию. Снимаем пока на базу. Я могу еще человека взять на одну из баз. А нет. У меня опять уже нет. Ничего. Ну давайте посмотрим, что появится. И на этом тогда закончим. А вот машинка. Машинку можно возить с собой в машине. В машине в самолете. И она там по-моему вместо одного человека сидит. Или вместо двух. Так шесть. Может вместо трех. Не помню. Так. Ждем. Вот. Появилось куда слетать. Но мы туда полетим уже в следующий раз. И вот отсюда натолкнули. Центральная Америка. Это где-то вот тут. О. Узник льдов. Вот он рядом. Но мы туда долетим. Потому что видите. Расширяется территория. А внизу, блин, ползет. Смотрите. Чертов туман ползет. Ну я никак остановить не могу. Пока никак. Ну все. Много точек. Вот нам. Задел, так сказать, на следующее. Кого я там высадил? Снайпера. Так, сейчас. Мы тогда высадим. Вот тебя. И возьмем обратно Дениса. Все, господа. Ставим лайки. Ставим дизлайки. Что-нибудь пишем. Всего хорошего. До новых встреч.